В рейде по выявлению незаконного оборота и переработки древесины участвуют представители комитета лесного хозяйства, глава администрации села, сотрудники Назрановского лесничества и участковый. Комиссия в первую очередь наведывается к семье Нальгиевых. Здесь проверяется правильность установки электрического оборудования и наличие лицензии на переработку древесины. Собственник лесопилки от комментариев на камеру отказался. С его слов он не занимается предпринимательской деятельностью, а станок и древесину используют исключительно в личных целях. Здесь мы проверили документы в порядке, выписаны они в 16-м году, в августе месяце, на Богатырево. 30 кубов. Ну здесь мы видим лес старый, как говорится, уже лежит, год, наверное, лежит, по нему видно. На всякий случай комиссия поясняет, что никто не запрещает предпринимателям осуществлять свою деятельность. Однако она должна быть в рамках закона. Даже если предприятие имеет все документы, владелец не освобождается от ответственности за древесину, которая обрабатывается в его цехе. В случае выявления нарушений закон обязывает наказывать владельцев лесопилок штрафом, а в некоторых случаях вплоть до изъятия оборудования. В законе есть налоговая служба, электричество, административная служба, электричество, административная служба. В соседнем селении Сурхахи участники рейда наткнулись на еще один раз. Это был один цех по переработке дерева. Хозяина на месте не оказалось, и, судя по состоянию пилорамы, здесь уже давно не работают с деревом. Поэтому и вопросов у комиссии нет. Сельские поселения Сурхахи и Алиюжд особенно богаты лесами, которые требуют должного ухода и охраны. Именно поэтому для сегодняшнего ряда комиссия выбрала эти населенные пункты. В ходе рейда было проверено несколько объектов, где так или иначе работают с древесиной. Нарушений комиссия не выявила. Сотрудники лесного хозяйства республики заверили, что такие рейдовые мероприятия под незаконной вырубки деревьев и их обработки будут проводиться по всему региону систематически. Исуп Гелесханов, Хаваш Гойгов, Новости 24. Субтитры создавал DimaTorzok